Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и Академия Счастья. Сегодня тема видео о наставнике, о том, нужен ли он на духовном пути. Потому что многие люди зачастую смотрят на другого, ищут мастера, то есть человека, который будет их вести или как-то помогать им двигаться. И в данном случае, конечно же, это важный момент, потому что бывает самому многие вещи обнаружить довольно сложно и понять. Но опять же, что такое наставник? То есть может быть какое-то такое довольно жесткое наставничество, когда человек точно говорит, вот делай это, делай то, то есть этот шаг первый, этот второй, третий. И человек ведет шаг за шагом, давая ему возможность просто выполнить определенные действия. А есть более такой мягкий путь, то есть в каком плане? То есть человек выступает скорее как проводник, то есть он другому показывает путь, движение, проводит его по этому пути. Но двигается, конечно же, сам человек, да. И в данном случае тут могут быть некоторые вещи, которые не настолько строги, как в первом пути. То есть могут человек, например, получать по сути те собственные понимания, зрения, которые приходят вот в результате прохождения пути. То есть они не заранее заготовлены, да, то, что надо вот это выучить, потом это выучить, это выучить, да. То есть такая вот система познания. А может быть система познания и другой, когда человек, проходя какие-то определенные действия, упражнения, да, получает собственные понимания, то есть приходит к собственным выводам. Вот что важно, то есть собственное зрение. Когда человек действует так, то у него появляется собственный опыт, то есть то, что он познал, понял и теперь может применять на практике. Поэтому цель наставника это скорее не роль тренера или коуча, а роль проводника. В данном случае, когда я провожу людей по мосту в полной свободе, я как раз и выступаю как проводник. То есть как тот человек, который направляет. То есть я могу направить, то есть показать, куда двигаться и провести процессы, которые помогут человеку прийти к собственным озарениям и пониманиям. Поэтому цель наставника, она сводится как раз именно к этому. И конечно же, если человек требует от того, чтобы наставник или тренер, или коуч, или тот, кто проводит его, делал что-то за него, конечно же, это неправильная цель. Потому что ответственность, вот ключевой момент. То есть человек, который проходит по пути к полной свободе или двигается по пути исцеления, улучшения состояния, важно, чтобы он брал ответственность за свою жизнь, за свои действия. И вот по мере увеличения осознанности и ответственности как раз и происходит исцеление. Потому что человек познает больше, он больше понимает, больше знает. У него увеличивается степень управления своим телом, своей жизнью, вселенной. И вот за счет этого и происходит улучшение состояния. Поэтому цель это передать больше ответственности. Вначале, да, конечно же, больше ответственности у проводника, у мастера, того, кто проводит человека. Но потом он постепенно возвращает эту ответственность тому, кто идет. То есть он дает ему все больше и больше ответственности. Соответственно, в конце этого пути человек уже берет ответственность полностью на себя. То есть он становится настолько осознанным, что он готов взять эту ответственность за себя и потом, когда он познал это, вести уже других людей, то есть брать ответственность за других. Соответственно, каждый это чувствует в какой-то момент времени, потому что нет какого-то четкого критерия, что нужно столько-то дней, месяцев или лет или жизней для того, чтобы достичь состояния свободы, просветления, улучшить свою осознанность. У каждого это свой путь, и сам путь он складывается из таких маленьких шажков, то есть постепенностей, то есть когда немножко увеличили осознанность, потом еще немножко, то есть не стоит пытаться решить, например, какой-то техникой или там с помощью чего-то все одним махом, да, то есть, конечно, это как такая, как одна таблетка, то есть такое не происходит. Происходит, когда человек постепенно исцеляется шаг за шагом. Я сам прошел этот путь, то есть я прошел путь исцеления, занимаюсь уже аудитингом, генетикой и саентологией 20 лет. Я понял, что как раз это и есть система, которая помогает вывести человека из обычного состояния, когда человек, например, вообще ничего не знает о духовности, о эзотерике, о каких-то вещах, привести его в состояние осознанности, в состояние целостности и в состояние, когда он берет полную ответственность за свою жизнь. Вот как раз в этом я и помогаю людям как проводник, поэтому здесь нету какого-то жесткого наставничества, здесь есть именно помощь в том, чтобы пройти по пути. Я вам предлагаю сделать практику. Посмотрите на свою жизнь и увидите, где у вас, например, вы искали авторитета, то есть такого человека, кто будет для вас авторитетом, независимо от того, в какой сфере. Обнаружьте это, запишите, кого вы искали, кто для вас был авторитетом и какие вещи вы переняли от авторитета, ну, скажем так, не обдумывая, просто переняли, потому что он так делал. Вот обнаружьте эти случаи, пройдите их по процессам, вот так как я рассказывал в прошлых видео, перепроживите и уберите оттуда вот это вот суждение, когда вы переняли их без того, чтобы разобраться в том, как это работает. То есть уберите оттуда неосознанность, соответственно, вы сможете многие авторитетные суждения просто убрать из своей жизни и действовать осознанно, целостно и действовать так, чтобы вы будете сами принимать собственные решения, потому что у каждого есть право на собственную разумность и право покинуть любую игру, которую он не хочет играть. Вот как раз эти права важно реализовывать. То есть когда вы используете собственную разумность, то вы действуете на основе собственного понимания жизни. Вот на этом, друзья, у меня все Я вам желаю счастья Конечно же, если видео вам было полезным, то ставьте нравится Подписывайтесь на канал Пишите ваши комментарии после выполнения практики И посмотрите видео, которое сейчас появится на экране Они расскажут больше о процессинге счастья Вам всего доброго и до скорой встречи